Разоблачение бойца кендо целый ритуал. Как пояснил Лев Волик, с одной стороны дело в дисциплине, с другой в уважении к оружию и доспехам. В современном виде искусство «путь меча» – так название переводится на русский с японского языка – существует с конца 19 века. Однако корни уходят к самурайскому прошлому. По словам бойца, именно это и привлекло на первом этапе. В итоге антураж отошел на второй план. На первом – тренировка духа. Пожалуй, так можно сказать про любой вид единоборств. Капоэйра. То, что выглядит как танец, на самом деле – серии хитрых подсечек и коварных ударов. Всего на девятых всероссийских юношеских играх боевых искусств представлено 22 направления. В Анапе уже побывали или побывают более 4 тысяч юношей и девушек практически со всех регионов России. Страсти кипели нешуточные. Медали бойцам Киоко Синкай, финалистам турнира, вручил вице-премьер правительства России, сопредседатель Российского союза боевых искусств Юрий Трутнев. По его словам, одна из основных целей проведения подобных соревнований – воспитание лучших качеств у подрастающего поколения. Привезти детей в Анапу раз в год на соревнования, мне кажется, это здорово. Пусть они море посмотрят, покупаются. Принимают нас здесь хорошо. Они, игры уже прижились в Анапе. Я думаю, что мы ничего менять здесь не будем. Анапа – уже традиционное место проведения турнира. Как говорят в городской администрации, город-курорт готов к приему соревнований такого уровня. Прекрасная база. То, что сегодня мы способны обеспечить безопасность. То, что есть где разместить детишек. Построен был многофункциональный комплекс спортивный. Никогда же его не было. По сути дела, 243 миллиона было потрачено на его строительство. Такого комплекса не было. 26 было спортивных, многофункциональных построенных площадок. За последние годы мы построили очень много. Благодаря усилиям главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева, которые придают особое значение развитию физической культуры и спорта. В приветственной телеграмме глава Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал событие знаковым и ценным, как часть системы развития детского и юношеского спорта. Это джиу-джитсу в синем углу ринга. Кирилл Киселев, он из Тверской области. И с 14-7 лет занимается единоборствами. Говорит, что волнение было, но оно уходит с началом первого боя. В итоге золото турнира достаточно важное в его карьере. Игры продлятся до конца этой недели. Будет разыграно в общей сложности 700 комплектов наград.